Сирена — мифическое существо, что завлекало моряков своей красотой и певчим голосом. Ее песня пленила бедных людей, забирала их на морское дно, а корабли накалывала на вершины рифов. Наверное, вы думаете, что это всего лишь миф. Такого никогда не было и никогда не будет. И тут вы ошибаетесь. Сирены до сих пор существуют в нашем мире, заманивая хоть они моряков в свои селки, но всех от мала до велика. Они существуют по всему миру. Их тысячи. Вы точно догадались, о ком пойдет речь в этом видеоролике. Starbucks — кофейня, узнаваемость логотипа которой 7 из 10 случаев. 38. Вы только вдумайтесь. 38 тысяч кофеен в 84 странах по всему миру. Starbucks — самый дорогой ресторанный бренд мира. Вот уже 8-й год подряд. За последний год стоимость компании выросла на 14%. В составе в более 60 миллиардов долларов. В интересное время живем. Кофе стал популярнее бургеров. Удивительно. Сегодня вы узнаете, что общего у Starbucks, Moby Dick'а и Киргизов. Почему Дайнери Старгавин подали латте, хотя она заказывала травяной чай. И в чем же главный секрет безумной популярности Starbucks по всему миру. Присаживайтесь поудобнее. Берите капучинку в руку и начнем. Кофейная история. В общем, мы кофе жарим с 2016 года. И 7 лет мы жарили его исключительно на конвекционных ростерах Typhoon. И чем эти ростеры прекрасны? Тем, что они помогают получать стабильно вкусный кофеек для эспрессо. Ну, то есть для кофе, который будет готовиться на эспрессо машинах профессиональных, либо бытовых. Но фильтр на воздушках получается хороший, но не такой сочный и яркий, как на кондукционных ростерах. Мы это понимали. Мытый кофеек, натуральный, конечно, на кондукционных поинтереснее. И мы год назад это поняли, когда купили себе буллет на 1 кг и завели линейку дорогого кофе и жарили кофе на этом ростере. И спустя год мы такие, блин, надо брать побольше и переводить весь фильтр на кондукцию. И мы это сделали. Купили ростер Беско и уже перевели весь фильтр. Короче, к чему все это? К тому, что фильтрец у нас стал еще вкуснее, сочнее, а цена осталась та же самая. И напомню, что по промокоду YouTube в интернет-магазине можно получить скидку 12%. А если же вам удобно покупать на маркетплейсах, то Ozone Valberis, пожалуйста, покупайте там. И еще, да, если вы оптовик и вы хотите купить кофе для своей кофейни, то вот здесь появится QR-код. Переходите по нему, оставляйте заявку, и вам мы пришлем оптовый прайс-лист. Вот, и все условия. Вот такая кофейная история. 1971 год, Сиэтл, штат Вашингтон. Трое молодых парней, Зеф, Джерри и Гордон, друзья со времен студенчества, решили кардинально изменить свою жизнь. Посидели, подумали и приняли решение, что было бы славно иметь собственный магазинчик по продаже обжаренного кофе. К тому же их наставник по кофейному ремеслу, Альфред Пит, научил их обжаривать и правильно оценивать кофе. А значит, можно и бизнес организовать, думали парни. Скинулись почти по полторы тысячи баксов. Взяли кредит еще на пять тысяч и понеслась. Зеленое зерно молодые предприниматели закупали у того самого наставника Пита, который в это же время занимался импортом арабики из стран Африки и Южной Америки, а также ее обжаркой. Он был сыном торговца кофе, потому с самого детства понимал в нем больше, чем нынешние взрослые. А это, заметьте, середина 20 века. Жарил Альфред исключительно в темную. Он был убежден, что кофе, обжаренный до темна, имеет полнокровный и интенсивный вкус. Но вернемся к троице друзей. Первый магазин по продаже кофе ребята открыли на Pike Place. Рынок, что находится на берегу Тихоокеанского залива в Сиэтле, является самым популярным местом у туристов по сей день. Так как Сиэтл портовый город, название компании пытались выбрать соответствующее. Стоит учесть и то, что первые кофейные зерна, как известно, доставляли на судах. Ребята сложили 2 плюс 2 и выбрали Starbucks. Но стоп, а в чем закономерность, спросите вы? Зеф и Джерри по профессии – учителя, а Гордон – писатель. И что же могла такая компания выбрать для своего названия, как не отсылку к роману? На ум им пришло знаменитое произведение Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». Моби Дик? Китам дают имена? Да. Особенно проставившим себя китам-убийцам. История о «Белом ките», которому так хотел отомстить капитан китобойного судна «Ахаб» за то, что тот лишил его ноги. Старшим помощником капитана был молодой киргиз Старбек. Он был единственным и первым человеком на корабле, кто отказался убивать Моби Дика. Назвать решили в его честь. Не хотите искать Моби Дика? Ненавидеть зверя, которого ведет слепой инстинкт? Это богохульство. Правда, по легенде, название Старба Киргиз оказалось слишком громоздким. Потому его сократили до Starbucks. Логотипом для магазинчика занялся Терри Хэтлер. Первая версия, что просуществовала до 1987 года, была в коричневом цвете. По кругу лога шла надпись «Кофе, чай и специи». А в центре изображалась прекрасная сирена, прообразом которой стала скандинавская гравюра XVI века. Кофейный аромат, ровно как и пение сирен, манит одним своим существом. Так ребята и работали. Обжаривали зерно на Пайк Плейс, продавали его всем любителям зернового кофе, коих было не так уж и много в те времена. И в общем-то они плохо справлялись. Спустя год работы от покупки зерна у Пита они отказались. Перешли на прямую поставку с кофейных ферм. При этом отношения между двумя конкурентами остались теплыми. Тем не менее, ближе к 1980 году Starbucks выкупили магазинчик Пита. Дело у второго в последнее время шло все хуже. Появились долги и пить с кофе НТ пришлось продать. Тем временем свое директорское кресло покинул Zeph Siegel. Он не смог смириться с тем, что все его проекты внутри компании так или иначе не признавали. Потихоньку развиваясь, открыв близ 1981 года уже 5 торговых точек, у двери Starbucks появился Говард Шульц. Парнишка из гетто, чья мать не родила его в рубашке и уж тем более не положила ему золотую ложку в рот. Главным желанием его родителей было дать сыну высшее образование. О чем-то большем они не мечтали. Неудачник с рождения так окрестил себя Говард. Но именно Говард был первым в семье Шульц, кто все-таки получил высшее образование. И именно благодаря Говарду весь мир знает Starbucks таким, какой он есть. В начале 80-х у Говарда уже было дело, которому он посвятил себя и имел с этого хорошие деньги. Производство посуды. Каково же было его удивление, когда он заметил, что совсем крохотная фирма из Сиэтла делает абсолютно некрохотные заявки на ручные кофеварки. Щелк и Говард в Сиэтле. Он влюбился в Starbucks с первого взгляда, а точнее с первого услышанного аромата. Прошел год и Говард решил. Ну и эту посудную лавку. Плевал я на вашу зарплату в 75 тысяч долларов. На то время, кстати, совсем нехилые деньги. Я ухожу работать в Starbucks. Говард с первого взгляда разглядел тот потенциал, который хранит в себе детище Джерри Болдуина, Гордона Болкера и Зева Сигла. Упускать такой шанс он не хотел. Он устроился на работу в Starbucks. Нехотя, сомневаясь, но Джерри и Гордон все-таки взяли его в компанию. Говард учился ремеслу обжарщика. Общался с разными людьми, коллегами, гостями. А главное, все больше и больше влюблялся в кофе. Еще через год Говард побывал в Италии, где местные кофейни, эспрессо-бары, поразили его своей атмосферой до такой степени, что до приезда он только и думал о том, чтобы в Starbucks начали продавать не только кофе в зернах. Потому что в эспрессо-барах люди встречались ради делок бесед, устраивали свидания, приходили даже просто пообщаться с бариста, который имели в те времена огромный авторитет и уважение публики. К сожалению, Джерри и Гордон отказались от этой идеи. И Говард вслед за Зевом покинул Starbucks в середине 80-х и открыл собственную кофейню с итальянским акцентом El Giornale. Дела Starbucks шли совсем плохо. Кредиты, долги, Говард Шульц со своими противными идеями открыть эспрессо-бары. Не хватало разве что коллекторов под дверь. В эти годы продажи кофе в США заметно упали. Но не для нашего героя Говарда. Его El Giornale заимела достаточную популярность. К тому же нашлись инвесторы, готовые вложиться в Шульца. И эта интересная компания выкупила все акции Starbucks. El Giornale переименовали в Starbucks. Следом коричневый логотип стал зеленым и таким узнаваемым. Грудь сирены прикрыли. Ведь дети же смотрят. Ну и как вишенку на торте ей добавили пупок. С тех самых пор компания быстрыми шагами росла, накапливая свой авторитет. Теперь-то жизнь ее заиграла новыми красками. Starbucks стали не просто крохотной сетью магазинчиков в продаже зернового кофе, а настоящими итало-американскими кофейниками. Стремительно разрастаясь, уже к 1992 году Starbucks насчитывала 165 кофеек. Ну как там Джерри и Гордон? Плаки-плаки или Нормалдаки? У кого точно все было нормально, так это у Говарда. За тот же 1992 годовой доход компании составил почти 74 миллиона долларов. А еще раньше, начиная с 1989 года, оборот обжаренного зерна стал более 900 тысяч килограмм в год. И цифра с каждым годом становится только больше. На сегодняшний день и ежегодно Starbucks покупает более 4 миллиардов напитков. А это только в стаканчиках с собой. Прибыль компании за 2023 год составила 4 миллиарда долларов. Выручка 35 миллиардов. Цифры внушительные. Но не одними напитками, да свежеобжаренным кофе, Starbucks гораздо. Брендовая посуда, что меняется чуть ли не ежегодно. Многоразовые стаканчики, термосы, капсульный кофе, напитки в банках для автоматов. В общем, мерча хватает. Помимо обжарок и кофеен, у Starbucks есть и собственная ферма в Коста-Рике. Хосенда Алсасия. У фермы просто тонны положительных отзывов в интернете от туристов и местных жителей. Основана в 2013 году. И она у Говарда такая одна единственная. Одна, зато какая, величина фермы 240 гектаров. Находится она на высоте 1035 метров над уровнем моря. Что хоть и не так много, но для произрастания арабики вполне. Почва там богата минералами, так как находится рядом с вулканом Поаз. Примерно в 13 километрах от него. К слову, на ферме имеется и кофейня. Меню не отличается от других заведений Starbucks абсолютно ничем. Те же Гранды, Венти, Толы. А вот чем отличается, так это едой. Хосенда Алсасия предлагает блюда кастериканской кухни. Например, галла пинта, блюдо из риса и бобов. С поджаренным омлетом или яйцом. Как ни странно, но помимо кофейка, там подают и слабоалкогольную выпивку. Пиво и вино. Из-за этого, кстати, еще в 2010 году по Starbucks прошлась волна негодования. Ну и куда без официального мерча. Там его тоже хоть отбавляй. Да, дела компании шли в гору, но нужно делать больше. Забавный факт. Говард Шульц не любил навязчивую рекламу, которую пихают везде, где только можно. Да и по чесноку, ее вряд ли кто-то любит. Но реклама была нужна. Говард хотел, чтобы о Starbucks узнала вся Америка. Да что там Америка? Весь мир. И вот какой хитрый, в то же время дельный способ заявить о себе пришел ему в голову. Реклама в кинофильмах. Аккуратная, деликатная реклама, которая бы просто была в виде вывески Starbucks на здании или стаканчике в руке главного героя. Людям уже поперек горла сидели рекламные ролики, нацеленные лишь на то, чтобы втюхать свое добро. Они хотели смотреть фильмы, делиться впечатлениями о них, а не сидеть в ожидании, когда же фильм начнется, а реклама кончится. Главным плюсом таких акций был, пожалуй, постоянный профит. Фильм прокатят в кинотеатре, а после запишут на кассеты, DVD, закинут в интернет и вуаля, Starbucks будет жить вечно в кинематографе. Первым таким фильмом стал Майкл. 1996 года. Тот, что с Джоном Траволтом. В одной из сцен показали обстановку внутри кофейни. Сцена была почти в самом конце фильма. За баром стоит доброжелательный бариста, небольшая очередь. В очереди девушка заказывает сдобу и кусочек ангельского торта. Она засмотрелась на знакомую, и с ее уст слетела оговорочка по Фрейду. И кусочек ангельского торта. Но у них нет ангельского торта. Ведь нет? Дальше больше. Бойцовский клуб и мелькающие стаканчики Starbucks на протяжении всего фильма. Планета Старбакс. Парк юрского периода, мир юрского периода, Темный рыцарь, Железный человек 2. О боже, 89 фильмов в годы с 1997 по 2022. А это мы еще не учли сериалы и мультфильмы. С ними, кстати, получалось интереснее всего. К примеру, в Шрек 2 название Starbucks заменили на Фарбакс. Огромные пряня ставят лайк. Этому мега-трента латы на обезжиренном. Нет, 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 куда ты пошел, глупый пряня? Ко мне. Круче всего сделали японцы. Одни из самых любителей Starbucks. Судух Бакс, Скриммин Гоуд, Старлакс, Старбокс, Мунбакс, в конце концов. В своих работах, будь то аниме или манго, они часто добавляют фейковые бренды, отсылая на настоящие. И ведь, скорее всего, Говард им не заплатил за это. А вот кто уж точно дорого заплатил за рекламу Starbucks, так это HBO. Фактически, они никому ничего не платили, но тем не менее, киноляп со стаканчиком, похожим на Starbucks, принес компании 2,3 миллиарда долларов. В восьмом, финальном сезоне, Игры Престолов засветился такой стаканчик. Он стоял прямо напротив Дейенерис. Инфоповод в то время набрал такую бешеную популярность, что акции Starbucks взлетели до небес. Конечно, чуть позднее кадры поправили, но интернет помнит все. К слову, HBO не могли остаться в стороне и подключились к шуткам. Новости из Минтерфелла. Латте, появившийся в кадре, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай. До сих пор не ясно, была ли это всего лишь случайность, или создатели сериала совместно со Starbucks специально вставили этот стаканчик в кадр, тем самым создав ошеломительный резонанс как у фанатов сериала, так и у поклонников кофейни. Чуть позднее Эмили Кларк, конечно, призналась, что Конлит Хилл, актер, сыгравший Варриса, оставил свой напиток рядом с ней. Грустно осознавать, что такая незначительная ошибка погубила его в следующей же серии. Окей, с рекламой разобрались. А стоило ли оно того? Или может Starbucks среднестатистическое переоцененная кафешка с посредством кофе? Но ведь за что-то их любят. И любить их есть за что. Даже если не за кофе. Да, они готовят напитки не на спешл-те зерне. Да, они жарят его до черной хрустящей корочки. Такая у них политика самовозрождения. И да, этот кофе совершенно обычный, а местами даже неприятный. За ту же цену, а то и дешевле, можно купить капучино в других кофейнях, где кофе в сотни раз качественней, да еще и на десертик останется. На вопрос об их популярности есть только один ответ. Сохранение традиций. Ребята предлагают отличный сервис своим гостям. Имена на стаканчиках, приятная атмосфера в кофейниках, приглушенный свет, ненавязчивая музыка. Все нацелено на то, чтобы гость чувствовал себя как дома. А не настолько замороченная компания, что даже локации для кофейни подбирают таким образом, чтобы с обеда и до вечера яркое солнце не слепило. Компания действительно заботится о собственных работниках и гостях. Главная цель Starbucks – создать такое место для людей, которое было бы для них вторым домом. И у них это получается. Посмотрите на эти фото. Из таких мест попросту не хочется уходить. Или вот, Starbucks в Японии. Кстати, Япония была первой страной после Америки, где открылся Starbucks. А вот еще кое-что интересное. Кофейня «Поезд». Такое чудо колесит по Швейцарии, завоевывая внимание публики вот уже 11 лет. Сел, сидишь, любуешься, пьешь кофе с булкой. Ох, черт, остановку проехал. Ну и фиг с ней. В таком вагончике можно еще кружок наверно. И подобная обстановка, такой вайб окружает все кофейни Starbucks. Компания уже давно не гонится за чем-то новым, стараясь сохранить традиции, которые установились еще в начале 70-х. Им глубоко пофиг на McDonald's, KFC, своих ближайших конкурентов. Пофиг им и на спешлте движуху. Они идут своей дорогой, стараясь не сходить с нее. И за этот подход людям и нравится Starbucks. Люди любят стабильность, любят традиции. В собственной книге Говарда Шульца, «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» есть хорошие слова. Проявляйте больше заботы, чем другим кажется разумным. Рискуйте больше, чем другим кажется безопасным. Мечтайте больше, чем другие считают практичным. Ожидайте большего, чем другие считают возможным. Так оно и получается. Вся история Starbucks – это проявление риска, заботы, мечт и больших надежд. И все-таки риск был оправдан. И совсем крошечного магазинчика кофе в портовом рынке в Сиэтле Starbucks стал одной из главных фигур общественного питания в мире. Они заняли свое место и уже вряд ли кому-то его уступили. Они шли к мечте, соблюдая традиции, дарили и дарят до сих пор уют и тепло домашнего очага каждому человеку индивидуально. Пусть их даже миллионы, для Starbucks каждый гость особенный. И все-таки я не могу это не сказать. Вот Starbucks, чисто мое мнение, это великая компания, которая много доброго сделала для индустрии на самом деле. Но, но, вот я пью черный кофе, я был в Starbucks в России, это был Казань, Питер, Москва, Анталия, Рио-де-Жанейро, Милан, Дубай. И нигде у меня не получилось выпить вкусный черный кофе. Нигде. Но везде биток просто. Куда, в какой Starbucks не зайдешь, везде биток. Как они это делают? Ну, вы все услышали.